как гарантированно увеличить продажи мебели надо продавать в два раза больше и тогда увеличиваются продажи в два раза больше это вам секрет так семейное счастье в новой квартире ужас никогда таких заголовков не делать вообще ребят будьте проще почему вы пытаетесь всегда как-то скреативить зачем вот я например не понимаю что человек продает хотя продажа вот ниже идет продаж двухкомнатной квартиры почему вот это нельзя подвинуть вот сюда причем а если я вот покупаю квартиру для себя и у меня нету семьи что делать и у меня нету детей двух и я выгляжу не так ну короче не попали не целевая аудитория свободная продажа фотогалерея женщины опять какие-то женщины господа женщины хороши полуголы женщины скачаны с яндекс картинок они как бы не очень они все одинаковые вот из всего этого я понял что квартира в строгино и к сожалению нету ценника а почему ценника нету а потому что вы продаете ее супер дорого поэтому я не оставлю заявку 7 гномов а прикольно я знаю откуда примерно скопирован этот дизайн заявку выделить ребят заявки выделяйте сильнее то есть ваши заявки должны быть больше и они должны быть как то выделены получите подарок оставьте заявку нет оставьте заявку и получите подарок а не получите подарок оставьте заявку а то получается что заявка это и есть подарок а на дате eben такой момент по поводу копирайтинга если у вас совсем плохо с копирайтингом ребят но я не знаю, что делать. Надо тренироваться. Нужно не один, а несколько лендингов. Ладно, если у вас совсем плохо с копирайтингом, просто скопируйте у других. В конце концов, директологи так и делают. Они копируют мой лендинг, и все, и не парятся. Так, яркие добавки к празднику. Без ценников, опять же. Стоимость пакета по акции. Аниматор, персонаж, шоу-программа, готовый праздник. Но это уже все-таки не лендинг, это сайт, и в принципе он более-менее приличный. Я примерно знаю, откуда он скопирован, поэтому с ним все окей. Идеальное массажное кресло в несколько простых шагов. О, боже мой. Самое главное, что я начинаю всегда думать со стороны программистов. И когда вам делали этот дизайн, наверное, программисты все-таки головой не думали. Нет, точнее, они, наверное, вас хотели предупредить, но все-таки, раз уж они решили побольше денег содрать, они думают, да ладно, какая нахрен разница. А вот теперь представьте себе, что вот это открывается с телефона, с видео. Ужас. И вот это вот все всплывает. Кошмар. Я надеюсь, что у вас мобильная версия все-таки есть. Ну, это вот выглядит все очень даже прилично, если не считать, что... Короче, господа, всякие видео и прочее, это все замечательно, это круто, но как только вы открываетесь с телефона, это все начинает жестко либо долагать, либо тормозить, либо не открываться вообще. изготовление архитектурных ландшафтов макетов в масштабе. Вот это круто, вот это хорошо. Почему Газпром заказывает у нас макеты? Хорошо. Заранее известны все цифры. Если Газпром заказывает у вас макеты, то нужно вставить картинку с макетом Газпрома. Потому что у вас таких рассказчиков, каждый второй, это я вам точно могу сказать, даже про макеты. И все вы делаете для Газпрома, и все вы делаете для Сибнефти, и Лукойл у вас лучший, друзья, и вообще ваши партнеры, это Владимир Владимирович Путин. Ну, вот здесь вот, кстати, хорошо. Для обращения к вам, вот, введите телефон, ай-яй-яй-яй-яй, и введите ваш e-mail. Вот это вот хорошо сделано, сейчас я покрупнее сделаю для ребят. Смотрите, введите ваше имя для обращения к вам. Ну, как к вам обращаться, наверное, так правильнее будет. Кстати, сайт поехал дружно. Введите ваш телефон для обратной связи, и введите e-mail для отправки расчета. Хотя бы понятно, зачем они брали вообще разный расчет. А, кстати, интересно даже. Я уверен, что у него, он страдает этой проблемой. Да, да, детка. Вот ваш сайт, вот ваш маленький, это маленький экран просто, чтобы вы понимали. Вот маленький экран ноутбука, или у меня просто маленький, ну, просто маленький монитор. И я старый дедушка, и у меня всегда масштаб больше, вот автоматически сделан. У меня весь сайт просто едет. Не, не весь, часть. Ну, что-то свертка, ладно. В остальном, так, совпадение с оригиналом, делаем крепкие макеты. Обязательное тестирование каждого расходного материала на свойства и совместимость. По поводу блочности я сейчас ничего говорить не буду. Наверняка это, с одной стороны, круто, с другой стороны, это ужасно. Бесплатный расчет сметы за 24 часа. Вот они, кейсы пошли. Причем кейсы желательно пихать. У вас, знаете, есть представление, что кейсы лучше пихать в самый низ лендинга. На самом деле это большое заблуждение, потому что, когда вы хотите заказать любую вещь, давайте просто подумаем чисто логично. Со стороны логики. Вот у вас, вы хотите что-то купить. Первое, на что вы посмотрите, ну, вообще на три вещи, которые вы всегда будете смотреть, это цена, качество и сроки. Так вот, здесь на первом экране, естественно, нет по поводу сроков, но это ладно, не суть важна. Во-вторых, нет цены. Вот я листаю лендинги, а цен-то нет на кейсах. Причем, если у вас действительно хорошие ценники, приятные, в конце концов, снизьте их. Ну, если, например, лендинг, вообще кейс с каким-нибудь макетом, он все-таки довольно дорого человеку обошелся, поставьте ценник меньше. Например, там не 300, не 500, не миллион рублей, а поставьте, ну, там, в два раза дешевле, в полтора раза дешевле, чтобы люди хотя бы оставляли заявки. Во-вторых, если у человека есть схожий кейс, вот он хочет похожий кейс, который не сгружается, или что-то с ним опять не так, что ты уехал, ладно, не суть важна. Человек хочет заказать. Вот он здесь появился... Сейчас появится, секунду. Здесь появится ценник. Вот здесь будет цена проекта, сроки проекта, которых здесь тоже нет. Ну, то есть, текст вообще ни о чем. В чем уникальность, это говно. Срок, цена и заказать. Вот то, что должно быть. Без шуток. У меня есть кнопки, все то же самое есть на моем сайте, все это работает. На моих сайтах, которые я делаю для клиентов, есть сроки, цена и кнопка заказать, люди покупают. Многие люди приходят, заказывают лендинги, потому что видят кнопку заказать, потому что они видят, ой, я хочу так же, я хочу, чтобы на моем лендинге тоже была кнопка заказать. А это значит, если люди могут купить у меня лендинг за 100 тысяч рублей, значит, они могут теоретически у вас и макет купить за 500 тысяч рублей. То есть, такие вещи, которые у вас должны быть обязательно в ваших кейсах. Второй момент с кейсами. Кейсы желательно, чтобы были приближены к верху страниц. То есть, сначала у вас идут, например, ценники, то есть, например, как у меня тоже, идут ценники, потом у вас должны пойти кейсы. Кейсы, чем ближе они к верху страницы, на самом деле, тем они лучше. Вот я сейчас тоже тестирую, кейсы, они выше, чем, например, как мы работаем и тому подобное. То есть, левой информации не нужно, прямо сразу давите кейсами. То есть, а вот мы добились результатов, а вот наши результаты. И показывайте сразу результаты. Не надо показывать, что вы работаете с «Газпромом», но при этом без картинок, просто воткнув логотип «Газпрома». Это вообще не работает, сразу говорю. Продолжение следует...